Некоторые люди пытаются это еще разогреть в микроволновке, а при нагревании полистирол выделяет ядовитое вещество, стирол, которое вместе с пищей попадает в бамбу организма. Оно выводится из организма? Нет. А ведь с такой упаковкой каждый человек сталкивается постоянно. И полистирол далеко не единственный материал, из которого делают товары ежедневного употребления, и который, попадая в природу, не разлагается сотнями лет. Выход есть. Всю упаковку вторичного использования можно принести в любой из эко-пунктов. Как-то вот возникло в моей голове понимание, что слишком много мусора вокруг, и с ним надо точно что-то делать. Есть у нас, к сожалению, много уже примеров, когда мы помним, сколько там акций, стачек и прочего бывало, когда там люди задыхались от мусорных куч. Эко-пункт «Раздельно» открылся полтора года назад. Основательница говорит, что когда начинала свою деятельность, доинтересованных было совсем немного. А сейчас за месяц приходят до 300 человек. Принимают всё неорганическое. Стекло, бумагу, пластик, трикотаж. Всего около 50 категорий. От посетителей требуется только принести. Мы собираем, отдаём заготовителям, либо напрямую переработчикам. Они это всё измельчают, делают вторичные гранулы и дальше, соответственно, передают уже производителям, которые используют это для производства новых товаров. У нас сейчас порядка 10 переработчиков, либо заготовителей. Сегодня эко-пункт посетили представители молодёжного парламента. При законодательном собрании они занимаются вопросами в сфере экологии. Здесь, на передовой экологического фронта, им провели экскурсию, рассказали о всех проблемных рабочих моментах. И парламентарии совместно с активистами обсуждали пути развития культуры рационального использования вторичного сырья. Первое, наверное, самое главное взаимодействие я вижу в формате такого эко-просвещения для молодёжи. Потому что рано или поздно, но весь мир придёт к тому, что вторсырьё необходимо будет сортировать. И, наверное, в первую очередь наша задача, как молодого поколения, как можно раньше начать это делать. По оценке учёных, одна пальчиковая батарейка загрязняет около 20 квадратных метров почвы, а затем десятки лет уходят на процесс очищения. Зачем подвергать природу такому испытанию, если можно за один раз принести всё скопившееся в эко-пункт? Служба информации. Заур Оруджев, Максим Веселов.